И прямо сейчас мы переходим к следующей теме, которую более детально будем обсуждать. Говорить будем о том, что Европа все-таки не замерзла без российского газа, и шантаж Путина не увенчался успехом, по крайней мере, не дал ожидаемых вероятных результатов. На 24% Европа сократила потребление российского газа. Такие показатели за первые два месяца топительного сезона, октябрь и ноябрь, приводит в своих подсчетах исследовательский центр для 450 миллионов жителей, 27 стран Евросоюза, есть необходимый запас топлива в собственных хранилищах. И наркотический шантаж Кремля на ситуацию этой зимой уже не повлияет. На данный момент газовые хранилища заполнены на 90%. Дополнительно в некоторых странах разрабатывают экстренные меры на случай снижения температуры. Подробнее о сюжете наших коллег. Нью-Кассл – город на севере Англии. Люди приходят в один из общественных центров за теплой одеждой. Здесь можно также приобрести предметы первой необходимости – купить зимнюю одежду и одеяло. Цены минимальные. Все отпускают по 50 пенсов. Это меньше одного доллара. Мы приходим сюда, покупаем куртки, покупаем плащи, покупаем одеяло. Мы покупаем вещи, чтобы согреться нам и всей семье. В доме престарелых в поместье Монпелье с начала декабря также стали использовать больше одеял и покрывал для подопечных. Мы вводим больше горячих напитков и больше одеял для наших подопечных, чтобы убедиться, что они в безопасности. И очевидно, по мере того, как температура падает, мы должны просто продолжать повышать температуру в доме престарелых. На фоне спроса на электроэнергию в зимний период, во Франции готовятся к возможным отключениям электроэнергии по всей стране. Об этом сообщает агентство Reuters. Правительство заявило, что уже приняты некоторые меры для обеспечения работы критически важных объектов, таких как больницы и светофоры. Также по утрам в случае отключения электроэнергии могут быть закрыты местные школы. Часть общественного транспорта тоже может быть приостановлена. По словам учительницы из Парижа Карин Фраюли, никто не рассчитывает на длительный блок-аут, но готовятся на кратковременные отключения в часы пик. Я не особенно беспокоюсь. Я действительно чувствую, что есть способы избежать этих отключений электроэнергии, и что, если потребуется, правительство проинформирует нас достаточно рано, чтобы мы могли организоваться. Энергетический кризис в Европе привел к росту цен на электроэнергию. Чтобы экономить, в Германии предприятия и частные лица стали чаще устанавливать на крышах солнечные батареи. За первые девять месяцев текущего года Германия произвела больше солнечной энергии, чем за весь прошлый. Продавцы солнечных панелей отмечают ажиотаж на их оборудование и уверены, что он пройдет не скоро. Что касается общего количества установок за всю историю, то в последние несколько лет мы поддерживали ежегодный рост в Европе на уровне 15-20%. А в этом году он должен составить более 50%. Мы видим, что темпы роста сохраняются на высоком уровне в течение двух-трех лет. Чтобы выстоять перед энергетическим шантажом со стороны России, в Европе экономят свет и тепло, приглушают уличное освещение. В 2021 году Россия являлась основным поставщиком газа в ЕС. Это 36% от всех закупок. Ситуация резко изменилась после 24 февраля 2022 года, когда Россия открыто напала на Украину. Для снижения зависимости от российского газа страны ЕС к началу отопительного сезона заполнили свои хранилища почти на 90%. И в связи с тем, что пока нет критических температур, этот ресурс практически не используется. Зависимость основных потребителей российского газа от своего психически нестабильного поставщика практически нивелирована. То есть доля российского газа в нынешний момент на европейском рынке, я боюсь, что уже даже ниже 5%. Плюс европейские страны не сидят на месте, активно подписывают контракты как на сжиженный природный газ, так и увеличивают поставки трубопроводным транспортом. 9 декабря лидеры 9 стран Средиземноморья и Южной Европы во время встречи в Испании обсудили снижение зависимости от российских энергоносителей в будущем. Испания предложила свои наработки в области зеленой энергетики другим странам Содружества. Крайне важно продолжать снижать зависимость от российских ископаемых видов топлива. И в этих рамках цель Испании состоит в том, чтобы внести весомый вклад в обеспечение безопасности поставок для остальных государств-членов. У нас есть условия для этого благодаря нашему лидерству в области возобновляемых источников энергии и нашим мощностям по регазификации, адаптируемым к потребностям разных стран Союза. И мы хотим предоставить их в распоряжение наших партнеров. По сообщениям издания BBC, Россия еще поставляет газ в Европу, но в любой момент может полностью перекрыть кран. Президент России угрожает отключить всех, кто в ЕС поддержит введение потолка цен на голубое топливо. Если так произойдет, то основные испытания в экономии энергоресурсов в Европе предстоят во время отопительного сезона 2023 года. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom. Итак, почему же не замерзла Европа? Будем говорить с Геннадием Рябцевым. Это эксперт энергетического рынка. С нами на связи Геннадий Леонидович. Доброе утро вам. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте я не от себя буду говорить, да, а процитирую BBC. У них тут вышла большая статья буквально накануне. Так и называется. Почему Европа не замерзла без российского газа и долго ли она еще продержится? Я бы, конечно, спрашивал у шаманов. Я думаю, они больше знают. Но, тем не менее, тут очень важный подзаголовок. Первый раунд за Европой, да, пишет BBC. Пишет о том, что Газпром под разными предлогами сократил поставки газа в ЕС на 80%. Тут можно вспомнить и взрывы на северных потоках, и отказ самого Европейского Союза от российского газа. Но тут еще выделяют пять основных причин, почему первый раунд за Европой. Россия не перекрыла поставки полностью, газовое хранилище удалось заполнить почти под завязку, людям и бизнесу помогли субсидиями, погода в октябре и ноябре выдалась рекордно теплой, европейцы научились, ну, либо были вынуждены экономить газ. Скажите, можете ли вы еще добавить какие-то причины, почему первый раунд за Европой, если согласны с этим утверждением? Политика изменилась. То есть, если ранее Европа в большинстве своем подыгрывала Российской Федерации и привлекала российские компании практически во все энергетические проекты общего интереса, то теперь на этом сотрудничестве был официально поставлен крест. И это означает, что никакие предложения российских компаний о том, что давайте мы вам будем что-то поставлять, а давайте мы с вами подпишем какие-то контракты, не приветствуются и не подписываются. А раз так, то это означает, что европейцы сейчас рассчитывают в первую очередь на собственные силы, чего не было еще год назад. И также я, конечно же, уже посмотрела, что пишут в российских средствах массовой информации, в тех средствах, которые на территории Российской Федерации, по крайней мере, продолжают свою деятельность. И вот они утверждают, что, ну, это нет, зима будет сложной, а вот следующее, то есть через зиму придется ждать этого эффекта от, ну, они не называют это, конечно же, шантажом, но я скажу от себя, от шантажа Кремля по отношению к Западу. Ну, и что они думают, что в течение сезона не будут заполнены европейские газовые хранилища? Да будут заполнены. Газовый рынок, он глобален. Он стал глобальным настолько быстро, что Газпром не заметил этого. В Газпроме до последнего отрицали так называемую сланцевую революцию в Соединенных Штатах. Говорили, что это интернет-пузырь, что США не будут добывать столько углеводородов, что это все глупости и пиар. Ну, и сейчас в Газпроме утверждают, что без их газа Европа не выживет. Ну, точно так же им подпевает огромное количество, ну, скажем так, аналитиков, которые хотят получать высокие зарплаты. Для того, чтобы получать высокие зарплаты в Газпроме или при Газпроме, необходимо делать то, что хочет великий и ужасный. Вот если господин Путин сказал, что Европа замерзнет, следовательно, нужно сделать все необходимые расчеты, чтобы доказать, что Европа замерзнет без российского газа. Что, собственно говоря, сейчас и делается. Но почему-то мне кажется, что все это ориентировано в основном на внутреннего потребителя. Потому что кто в Европе читает российские СМИ или отчеты на русском языке? Никто. Ну, давайте еще не забывать про девятый пакет санкций, который еще не уступил в силу. Там еще четырех каналов будут касаться эти санкции и запрет на их вещание. Но сейчас не о СМИ, а о газе. На самом деле, ну, я сказал, что Европа отказалась от российского газа. Но справедливости ради нужно сказать, что Россия все еще поставляет, так или иначе, газ в Европу. Но в любой момент может перекрыть, так сказать, кран. По крайней мере, угрожает это сделать. А вот ЕС к Новому году обещает утвердить ценовой потолок цен на газ. И Путин уже пообещал, что он отключит всех, кто под ним подпишется. Соответственно, под этим ценовым потолком. Хочется спросить, ой ли. Потому что, ну, глядя на потолок цен на нефть, да, 60 долларов. Кстати, очень странно. Знаете, потолок 60 долларов, а нефть торгуется по 52 доллара. Но, соответственно, никто же не прекратил продавать эту нефть. Соответственно, может ли действительно Россия воспользоваться еще каким-либо образом газом, как элементом шантажа? Мне почему-то кажется, что Европейский Союз не будет каким-то образом ограничивать цены именно на российское сырье, на российский природный газ. Скорее, речь пойдет об ограничении потолка или об ограничении котировок на европейских газовых хабах. Вот если это произойдет, то привязанные к этим котировкам российские газовые контракты, они автоматически подешевеют. И это будет намного, на мой взгляд, лучшим эффектом по сравнению с просто установлением прайскепа, то есть потолка цен на российский газ. Я, честно говоря, не знаю, как это можно сделать. Если с нефтью, там все понятно, потому что идет речь о морских перевозках. Следовательно, о фрахте, о страховании, о транспортировке, о логистике. И все эти цепочки, они позволяют установить весьма жесткие ограничения, так как там порядка 85% страхования всех морских грузов, оно сосредоточено в таком себе клубе под названием Лойтс, который расположен в Лондоне. И, естественно, что в таких условиях, что бы там ни говорил Путин в отношении того, что мы не будем подписывать контракты с теми, кто будет следовать установленным G7, Европейским Союзом, Австралией, принципам, то это фактически тогда признание того, что Россия добровольно сократит добычу нефти, а следовательно добровольно сократит поступление в федеральный бюджет. Примерно то же самое может произойти и с газом. Уже, кстати, на «Газпром» подали в арбитражи те компании, которые рассчитывали получить в нынешнем году определенные объемы газа. Поскольку «Газпром» по надуманным причинам отказался от поставок, следовательно, его ждут весьма солидные выплаты, ну или банкротство и вычеркивание из всех списков компаний, которые могут вести торговлю вне Российской Федерации. Германия являлась одним из наибольших потребителей российского газа в Европе. В перспективе полностью откажется от энергоресурсов Российской Федерации. Об этом в интервью немецкой медиагруппе рассказал канцлер Германия Олаф Шольц. И вот по его словам, начиная с 2045 года Германия хочет полностью производить энергию без использования природного газа, угля или нефти, а до тех пор будет экспортировать энергоресурсы у зарубежных партнеров, в списке которых уже значится не Россия. К примеру, газ Берлин теперь будет покупать у Катара, с которым недавно был заключен долгосрочный контракт. Давайте послушаем цитаты и продолжим. На российские энергоносители рассчитывать больше не стоило бы. Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми от них. Что-то подобное не должно с нами повториться ни с газом, ни с другим сырьем. Германия диверсифицирует свои поставки и в будущем будет получать газ, уголь и нефть из разных источников. Как говорится, не стоит класть все яйца в одну корзину. Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии. Так вот, Российской Федерации, вероятно, придется просто перенаправить свои поставки, но ведь сделать это не так просто, тем более с трубопроводным газом. Нет, с газом уже все. То есть там точка стоит. Никуда его перенаправить, в отличие от нефти, не удастся. Если с нефтью, после того, как там подсуетились ребята в России и скупили еще плавающий металлолом, я тут не скажу, что те танкера, которые они скупили, ходят по морю. Нет, они как раз плавают по морю, как известные субстанции. Так вот, с газом такое не произойдет. Тот же самый «Газпром» утверждал, вот я говорил, что провал на провале. Сначала они говорили, что сланцевой революции нет, потом, что Европа не сможет отказаться от газа. И они еще и говорили о том, что, а зачем России газовозы? России газовозы не нужны. И несмотря на то, что многие в начале 2010-х утверждали, что нужно, нужно обязательно строить такие суда, по настоянию руководства верхушки «Газпрома» этот проект не развивался. А раз нет газовозов, раз нет крупнотоннажных технологий сжижения газа, а их нет в Российской Федерации. Есть только среднедоннажные, принадлежащие частной компании «Новотек». Ну тогда куда перенаправить газ? Некуда перенаправлять. Куда? В Китай? Так для этого нужно строить новую трубу. Откуда деньги на новую трубу? То есть, ну это все. С газом все. Газ — это внутренний продукт, который будет поставляться гражданам Российской Федерации. Но по какой цене они будут его получать? И все ли граждане Российской Федерации вообще будут ее получать? Это два больших вопроса. Еще летом обсуждались некие новые трубопроводы «Сила Сибири-2», если я не ошибаюсь, которые собирались и направляться, который должен был якобы направляться в Китай, но эти планы уже, вероятно, и не обсуждаются. Ну, Китай забыли об этом предупредить, что какой-то трубопровод туда собирается устроить. И там сделали большие глаза. Им сложно вообще делать большие глаза. Но, тем не менее, они сделали, продемонстрировали их Российской Федерацией. И, в общем, разговоры как-то там сошли на нет. Но, опять же, «Газпром» об этом говорит. Ну, там много, опять же, прожектов. «Газовый хаб в Турции», «Трубопровод в Китае», «Газовозный флот». Вот сейчас, значит, вдруг нужно срочно их строить. Негде строить, ни у кого строить. Нет технологий для этого, нет средств для этого. Ну, давайте, давайте строить. Ну, нужно ж вот нарисовать. Вот для Екатерины там Потемкинские деревни строили. Ну, вот теперь для Путина строят такие же самые Миллеровские деревни. Вот, Сечинские деревни. Ну, надо ж старика чем-то потешить. Вот. И вот рассказывают о космических кораблях, которые будут браздить просторы Вселенной через 20-30 лет. Ну, понятно, что никого из тех, кто рассказывает об этих кораблях и никого из тех, кому рассказывают об этих кораблях, через 20-30 лет не будет. Ну, точно так же, как Гитлер у себя в бункере в апреле 1945 года подписал план реконструкции Берлина, перестройки Берлина, ну, точно так же Путин наверняка подпишет план перестройки Газпрома или Роснефти, создания вот этих замечательных, реализации этих замечательных проектов, о которых серьезные аналитики говорят, ну, так, с усмешкой. Геннадий Леонидович, ну, на самом деле, эту информацию про силу Сибири-2 в Китае я снова-таки нашла в российских средствах массовую информацию, когда я мониторила там и тему газа, и газовых поставок, там на самом деле не особенно развивается тема газифицирования самой Российской Федерации, вероятно, и для внутреннего потребителя информации, она не настолько интересна, как то, а как же мы утрем нос Европейскому Союзу. И продолжая тему газификации самой Российской Федерации, хочу также предоставить некоторую информацию нашим зрителям. Пока Кремль устраивает газовый шантаж Европе и пытается создать Центральный Азиатский Союз для поставок топлива на Восток, в самой России люди согреваются углем, дровами. С 2008 года темпы газификации в стране замедлились почти в 2,5 раза. А вот после начала полномасштабной войны с Украиной вовсе застопорились все эти процессы. На сегодня общий уровень газификации России чуть выше 70%. При этом в 7 регионах Федерации газ отсутствует полностью. И среди таких, например, Сибирь и Дальний Восток. И как вы считаете, все-таки каковы перспективы наконец-то в Сибири и на Дальнем Востоке получить газификацию, чтобы это чудо наконец-то свершилось? Ну, хотя бы потому, что, например, Российской Федерации некуда перенаправлять свои ресурсы. Ну, нулевая. Кому? Ну так... Куда не будет. А какой, откуда там все? Там же вот это... Совсем недавно Путин рассказал о том, что нужно переселять жителей из бараков. Вот интересно, у нас в Украине очень много бараков. Тем более в таких условиях, в условиях вечной мерзлоты. Это уже сколько уже лет? 20 лет эта программа реализуется по переселению жителей Российской Федерации из бараков. Это ж не просто так тянут туалеты, вернее, эти какие, унитазы из Украины. Так они в глаза за всю свою жизнь не видели унитаза. Они не знают, что такое. Если люди живут, вот просто живут в Российской Федерации, не знают, что такое унитаз, что такое тёплый туалет, что такое трамвай, не знают, или там троллейбус, что такое природный газ на кухне. Тут просто люди не знают. И таких очень много. И, ну, во всяком случае, по поводу отсутствия канализации, то это четверть всей страны. И вот то, что там закрашено было зелёным цветом, что газификация на 100%. Что-то у меня как-то не верится в это. Если Московская область газифицирована на 65%, то о каком закрасе зелёным цветом там может идти речь по всему Нечерноземью? Где там в сёлах газ? Там никогда этого не было. Там всегда были дрова. И сейчас не будет. Ну, да, 500 миллиардов кубометров внутри Российской Федерации вроде бы как продаётся газа. Но куда он девается, никто не знает. Потому что газификации нет, программ по газификации нет и не будет программ по газификации. Даже если будет принято решение вообще не экспортировать природный газ, то есть оставить эти 200 миллиардов кубометров внутри страны. Скорее сократится добыча газа. Вот это мне представляется более возможным, чем этот газ пойдёт гражданам страны, которые, собственно говоря, и являются владельцами этих ресурсов. Геннадий Леонидович, моего коллеги ещё будут к вам, конечно, вопросы по поводу других ресурсов Российской Федерации. Но прежде для зрителей я хочу показать одно небольшое видео о том, во что Российская Федерация сейчас превращает жизнь людей в городе Мариуполь. Собственно, не только в российских городах сейчас вот такая ситуация, но и везде, куда приходит Российская Федерация, жизнь заметно ухудшается. Это вот, пожалуйста, видео, как в Мариуполе в квартирах, в домах замерзает вода, лёд в квартире. И вот, собственно, таким образом, я думаю, мы можем несколько подытожить тему, как Российская Федерация в принципе относится к людям, не только тех, которых она бросает на фронт, но и, собственно, которые живут на её территории или на временно оккупированных самой Российской Федерацией территориях. — Да, это очень примечательное, кстати, видео и показательное. Но знаете, что я ещё хотел спросить у вас? Мы затронули частично тему потолка на нефть. Считаете ли вы, что это достаточная мера? Потому что, ну, если вспомнить, когда там Советский Союз развалился, по-моему, там 12 долларов стоила нефть. Соответственно, вот этот потолок, это достаточно или нет? И попрошу вас, если можно, коротко. — Нет, недостаточно, безусловно. Нельзя развалить Российскую Федерацию потолком цен на нефть. Ну, экономика вообще очень инерционная вещь. Поэтому санкции, они тормозят развитие Российской Федерации, не позволят ей перейти на следующий технологический уровень. Но остановить войну в Украине они, безусловно, не смогут. Нам нужна победа на поле боя, а не на санкционном поле. Благодарим вас, Геннадий Леонидович. Напомню зрителям, что с нами на связи был эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.